Здравствуйте! Маленький урок каллиграфии и орфографии, а может быть точнее грамматики. Сразу скажу, что я не такой уж великий знаток грамоты, русского языка, и тем не менее часто замечаю какие-то скорее эстетические и стилистические нюансы, хотя сам могу допускать ошибки. Уж простите, и тем не менее. Мне часто пишут вот это вот ужасное словообразование, новое, недавно появившееся. Доброго времени суток. Вот тот ужас, который оно на меня наводит, просто сразу портит все настроение и отношение к тому, кто это говорит или пишет. Это такой знак вообще времени. Но это появилось во времена интернета, когда мы теперь общаемся вот так вот виртуально и непосредственно одномоментно, но при этом пишем. То есть тут получается помесь эпистолярного жанра, когда человек раньше писал письма, он писал обращение с какой-то определенной формой, скорее всего, здравствуйте или уважаемые. А добрый день – это разговорная форма. Поскольку в интернете вот произошла путаница письменного языка и разговорного, то и появился вот этот мутант. И не эпистолярный, и не разговорный. Понятно, что когда мы встречаемся, то находимся в одном времени, в одном пространстве, говорим, соответственно, добрый вечер, если мы встречаемся вечером, добрый день. Это разговорная форма нормального, очного общения. А вот написать «добрый вечер» и «добрый день» – это, да, чревато тем, что вы можете попасть не в то время суток. То есть вас прочитают в другом времени. То есть вы писали, ну, понятно, утром, а человек прочитает вечером. Вот эта вот корявость, которой попытались заменить доброго времени суток, ну, она очень неудачная, короче говоря. Она очень хорошо отражает канцеляризм наших взаимоотношений и какую-то утерю понимания стилистики, тонкостей, то, что называется чувством языка, да. Потому что слово «сутки» – это такое формально-научное или, как я говорю, протокольно-прокурорское понятие. Двое суток, трое суток. А пожелание добра, оно мягкое и неформальное. И смешивать вот эти вот две формы – это и есть, не знаю, как назвать, наверное, это какая-то, какой-то бескультуре, в конце концов. Ну, точнее, это принадлежность уже новой культуры. Я, к счастью или к сожалению, принадлежу к предыдущей культуре, там, где эти нюансы понятны. Совет простой. Так легко избавиться вообще от этого модного штампа, если просто писать «Здравствуйте». Нормальное русское слово, пожелание, здоровье, оно универсальное на все случаи, там, времени, жизни, вот утром и вечером. В конце концов, я думаю, не возбраняется писать «Добрый день». Подразумевается, что человек общается днем, и вообще слово «день», оно достаточно универсальное тоже, оно обозначает, там, календарный день, 25 ноября, ну и так далее. Короче, в любом случае, писать «Здравствуйте» гораздо учтивее, чем писать вот это вот прокурорско-канцелярское доброго времени суток. Смешно. Много таких смешных канцеляризмов, таких каких-то взятых из то ли военного языка, то ли из милицейских протоколов, или еще откуда. Ну, короче, из кабинетов чиновников. А в кабинеты чиновников нынче проникли, ну, не очень-то образованные люди. Да и они нам придумывают такие вот суррогаты, начальниками становятся, и пишут нам таблички на дверях в туалет. Господа, не бросайте туда-то того-то. Ну, знаете, если вы считаете меня господином, то какой холоп вообще может мне указывать, что и куда мне бросать? Я на то и господин, чтобы ты за мной подбирал. Ну, это, естественно, ненормальное такое хамское взаимоотношение. Но, тем не менее, оно происходит оттуда, из мира господ и холопов. Поэтому, когда мы называем друг друга господами, заменив это, ну, более демократичное слово «товарищи», то вы пытаетесь соответствовать слову «господа». Ну, какой холоп может приказать господину там вытирать ноги? Как часто пишут «господа, вытирайте ноги». Ну, это уж скорее что-то от Швондера, у которого еще остался вот этот вот обращение дореволюционное. А сам он взял на себя право господам своим теперь указывать, как им ходить, что делать. Ну, все это на фоне той каллиграфии, которую я написал гораздо быстрее, чем это все говорил. Поэтому я вторую часть сделал замедленнее, чтобы вы посмотрели, как это происходит. Написал я для этого спич несколько этих фраз, в смысле «здравствуйте» слово, да? Ну, выбрал то, которое получше. Но хотя сразу рождается, во время писания, написания, сразу рождается вот эта вот формула, которая создает структуру, каллиграфическую структуру, скажем так. Ну, понятно, заглавная буква, да? Общий наклон. И вот это вот противостояние вертикальных элементов, нижних и верхних. И вот смотрите, как здесь удачно «з», «д», «р» уложились в такой вот тройственный орнамент, в такое кружево, да? И как они, эти три нижних, противостоят или поддерживают три верхних. И как они ритмически сочетаются. То есть, внизу этот ритм такой вот близкий и частый, и вверху эти элементы расходятся. Много-много можно говорить про то, что происходит в голове, когда ты экспромтом пишешь такие слова. Дай Бог, будет в меня время, и я буду проводить подобные уроки более основательно. Итак, мы начали со «здравствуйте», а закончим обычным нашим «до свидания». Всего доброго.